Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Безопасности в сети много не бывает. Буквально недавно я уже говорил эту фразу и вот опять, что лишь подтверждает ее актуальность. Все скринкасты о безопасности в сети в одном плейлисте, ссылка в описании. А сегодня о криптомоторе. Криптомотор обладает рядом безусловных достоинств, к числу которых можно отнести в первую очередь его простоту. Это наверное самая простая из всех рассмотренных мной программ для сквозного шифрования, а именно VeroCrypt и Boxcryptor. Ссылка на то как пользоваться двумя этими программами в общем плейлисте. Далее у криптомотора есть мобильная версия, что тоже круто. И конечно же одним из немало важных достоинств является наличие бесплатной версии. Точнее это в принципе бесплатная программа, просто разработчики советуют что-то им пожертвовать. Настоятельно советуют. Скачиваем. Устанавливаем. Он у меня ругается, что требуемая версия VC++ не установлена, но при этом прекрасно работает и без этого. Но лучше конечно установить. Ну и собственно все. Вот программа. В ней ничего нет. Ну точнее ничего лишнего. Нажмите, чтобы добавить хранилище. Создать новое хранилище. Выбираете место, где вы его разместите. В данном случае в корне диска D. Придумываете название и задаете пароль. Естественно пароль должен быть надежным. Создаете хранилище. Еще раз вводите пароль и нажимаете на разблокировать хранилище. Все. У вас в проводнике появляется ваша папка, куда вы просто добавляете файлы, которые нужно зашифровать. Вот он показал, что файл зашифрован. И после того, как вы закончили работу, нажимаете на заблокировать хранилище. Теперь до следующего момента, когда вы разблокируете хранилище, все ваши файлы будут храниться на компьютере в зашифрованном виде. А именно вот таким набором бессмысленных и беспощадных файлов, которые никто не сможет прочитать, кроме счастливого обладателя пароля. А счастливый обладатель соответственно разблокировав хранилище, легко сможет их прочитать. Усложним задачу. Если, например, нам нужно зашифровать файлы в облаке, как это сделать? Да, проще простого. Вы создаете зашифрованную папку в папке, которая синхронизирована у вас с облаком. Я думаю, нет нужды рассказывать, как синхронизировать компьютер с облаком. Это очень просто. Вот у меня тут Google Drive. Вот я создал там папку Crypt. Задал пароль и закинул туда файл. Даже если не блокировать хранилище, файл все равно отправится на сервер в зашифрованном виде. И на сервере будет представлен, как набор бессмысленных и беспощадных символов. Согласитесь, но элементарно же. Но! Зачем нам шифрованные файлы на облаке, если мы можем зайти в зашифрованную папку только с одного компьютера? Действительно незачем. Но и зайти мы в нее можем, в общем-то, с любого компьютера. Главное знать пароль. Вот я запустил криптомотор на ноутбуке. Он у меня тоже синхронизирован с Google Drive. Здесь я выбираю не создать хранилище, а открыть имеющееся. Нахожу папку Crypt и в ней выбираю Master Key. Окей. И остается ввести пароль. И вот он, наш документ, расположенный на Google диске. Ну вот, такая удобная простенькая программа, которая решает на самом деле непростые задачи. И иногда, следуя сценариям фильмов про шпионов, может спасти чью-то жизнь. Или несколько жизней, или даже очень много жизней. Но это только если следовать сценариям фильмов про шпионов. Все любите друг друга, живите в защищенном мире, но не превращайтесь в параноика. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok